Мы с вами говорили очень много про контент, мы говорили с вами про статьи, про выступления, про книгу, даже Станислав также вы знаете, что он является автором книги, я вам ее сейчас покажу, она у меня является настольной моей книгой, вот, поэтому, да, у кого есть желание такое же, как у меня, я ведь еще немного прочитала, я стараюсь, вот, поэтому Станислав является дизайнером, систематизатором творческих профессий, автором книги и сегодня пройдется по тем вопросам, которые вы ему адресовали, а также ответить на ваши вопросы. Ну все, друзья, я вам желаю хорошего вебинара, отключаюсь, если у меня тоже будут вопросы, я наглым образом варкаюсь в ваш эфир, чтобы также позадавать вопросы Станиславу. Станислав Орехов, дизайнер, руководитель студии, самый системный дизайнер России и наш сегодняшний приглашенный гость, сейчас большое спасибо, что присоединился, друзья, давайте аплодисментами его поприветствуем и начнем нашу контентную часть. Станислав, пожалуйста, тебе слово. Так, Свет, а вопросы, получается, я сам, да, могу зачитывать, как мы организуем? Ну, хочешь, я их тебе буду. Да, давай, так будет, наверное, удобнее, ты прям спрашивай, да, я буду отвечать. И также чат, вот я сейчас чат открою, пишите, да, ребята, кто у нас в прямом эфире. Я, насколько понял, у нас, у вас сейчас тема про копирайтинг, да, проходите курс и какие-то… Про контент. Про контент. Отлично. Я предлагаю как раз-таки ответить на вопросы, которые будут, и, может быть, как-то с тобой на эту тему еще пообщаемся, если время, опять же, нам позволит. Свет, давай тогда вместе с тобой, так будет веселее, интереснее, как нам уже говорили, что с тобой в тандеме получается все замечательно. Жги, и я буду отвечать. Спасибо. Ну, на самом деле, мы много с тобой уже что обсудили, и тут уже хотелось бы услышать вопрос от наших гостей, и, соответственно, у нас есть гости, которые только выходят на рынок публичности, скажем так, и их интересует вопрос первый. Что делать, если перед нами стоит задача публичных выступлений? Куда идти, куда писать, кому звонить, как напрашиваться, и что делать? Вот как это делаешь ты? Потому что, ну, действительно, столько выступлений, сколько у тебя, мало ли можно найти. Так, ну, публичные выступления, они строятся из двух вещей, наверное, давайте пока две, может быть, в процессе мы сейчас еще что-нибудь найдем с вами. Давайте порассуждаем просто. В принципе, любой ответ, если так рассуждаешь, то сможешь найти ответ на любой вопрос. Значит, первое, чтобы публично выступать, давайте отматывать с конца, да, должна быть площадка, на которой мы будем что-то кому-то рассказывать. Что такое площадка? Площадка – это, собственно, место, да, где мы будем это делать. Это может быть либо оффлайн выступление, как мы сейчас делаем в бинарной комнате, либо онлайн выступление. Вернее, наоборот, либо онлайн, да, либо оффлайн, когда мы в зале собираемся наподобие дизайн-конференции. То есть, это первая часть. Света, тебе надо звук выключить, а то немножко двоится. Да. Так, вторая часть – это тема, что мы будем рассказывать. То есть, что и кому мы будем рассказывать, у нас должно быть вот это понимание. Вот, соответственно, об этом тоже желательно заранее подумать. Сразу же дам рекомендации, что когда вы будете что-то кому-то рассказывать, очень важно, чтобы это была какая-то ваша, ну, как минимум, не знаю, какая-то авторская тема, авторская разработка, да. Не нужно, там, 10 тысяч раз одно и то же рассказывать. То есть, можно, в принципе, одну и ту же тему давать, но под разными углами с вашей авторской подачей. То есть, это так называемый авторский методик, либо какая тема, которую вы будете от себя давать и в которой вы будете уникальны. Да, как ни странно, здесь тоже уникальность важна. Что еще важно? Очень важна еще аудитория. Я вот всегда, меня Света приглашает очень часто, спасибо за это ей большое. И агентство радио тоже приглашает. Вот, и там очень важная тема такая, кто будет в зрителях. То есть всегда надо спрашивать у организаторов, либо заранее договариваться, кто будет. Потому что есть новички, есть профессионалы, есть клиенты, для кого мы будем рассказывать. Одна и та же тема может быть рассмотрена совершенно с разных способов. Вот, это все у нас подготовительная работа. Теперь, когда у нас это есть, мы должны, соответственно, сделать презентацию и дальше идти выступать. Итого, у нас есть внутренняя подготовка и у нас есть кто-то, кто организует наше мероприятие. Вот в данном случае у нас это Светлана делает Котлукова с агентства Аркдиалог. У вас можете вы это сами делать, ну отдельно, либо там ваш помощник, либо также обратиться, очень рекомендую, ну к ребятам. Ответил? Где их искать? То есть, видите, какие-то площадки, куда можно писать, мониторить, или это просто нужно мониторить вообще все мероприятия и наглым образом туда писать. Был ли у тебя опыт на первом этапе, когда ты еще не был таким популярным спикером, когда нужно было отправлять свой медиакит и говорить, ребята, я могу у вас выступить? Отличную тему, кстати, ты назначила, это медиакит, это именно то, чем вы отличаетесь, ваши регалия, чтобы организаторы знали. Вот я о нем не упомянул, спасибо, что сказала. Все, что я говорил выше о себе, о своем выступлении, нужно в медиакит. И действительно его нужно отправлять. Мы рассматриваем этот медиакит как некую презентацию о себе, о том, что мы из себя представляем и куда это отправлять. Отправлять организаторам. То, что Света спрашивает, когда я начинал, тогда в принципе не было мероприятий для дизайнеров. Мы поэтому подергались, подергались, посмотрели. Да, я выступил в институт, я сходил в свой, в МГСУ я учился. Я им написал, говорю, ребята, я вот хочу вашим студентам лекцию прочитать, потому что мне нужна была практика. То есть вы можете в любой институт прийти. Это бесплатно, ни к чему вас не обязывает. Вы можете потренироваться, на вас будут смотреть как на дизайнера. Либо если вы уже работали, вы скажете, вот как выпускники продвигаются и вдохновите студентов. Это первое, куда можно податься. Сейчас проще, потому что очень много мероприятий, событий. В принципе, вы сейчас можете даже взять этот самый телефон и выйти в прямой эфир. Проблем тут как бы особо нет для того, чтобы потренироваться. Но если мы говорим о серьезных каких-то мероприятиях, это все, что касается выставок, все, что касается каких-то конференций, мероприятий. Мониторьте, смотрите, опять же, на сайте ArtDialog можно посмотреть все это дело. И если у вас есть что рассказать, то любой организатор будет вам рад. Это как отношение клиента и сотрудника, либо клиента и исполнителя. Все исполнители хотят найти качественных клиентов, чтобы они платили деньги. И все клиенты хотят найти качественных подрядчиков. То есть, это как бы база. И что мы можем сделать в этой теме, это именно подготовиться и совершать попытки. Где искать? Писать всем подряд. Писать, говорить, я такое-то, такое-то. Моя ключевая компетенция, уникальность моя в том-то. То есть, самая ключевая – это уникальность. Потому что, если ты ничем не отличаешься от кого-то, если у тебя нет своей темы, то зачем мне тебя звать? Ну, непонятно. Уникальность строится. Это отдельная тема, про уникальность можно поговорить. Но, в общем, она должна быть. И пользу, которую вы принесете, то есть, не воду лить, а вполне конкретные кейсы, вполне конкретные проекты, о которых можно рассказать. Ну, в принципе, вот такая базовая вещь. Писать всем, отвечая на вопросы. Скажи, пожалуйста, как из выступления выжить максимум? Потому что одно дело просто выступить, но ты часто не знаешь, какая у тебя будет аудитория. Недавно с тобой тоже обсуждали, что бывает такое, приходишь на мероприятие, готовишься, а там в зале три человека. Ну, что-то пошло не так. Армагеддон, снег, не знаю, метро закрыли, пробки. А что делать, если ты понимаешь, что нет здесь твоей аудитории? Хороший вопрос. Такое бывает, да, от такого не застрахован ни один организатор, ни один спикер. Главное не паниковать. Если даже, там, не знаю, условно один человек сидит, у меня позиция такая, что если пока кто-то слушает, я буду рассказывать. Потому что можно запаниковать, как я сказал, да, и сказать, ой, я не буду, или еще там мне неинтересно и так далее. А можно поменять фокус внимания и рассматривать любое выступление как возможный вариант тренировки. Чем меньше людей, тем больше ты им дашь обратную связь человеку, лично ему. Ты, в принципе, можешь тет-тет-тет даже поработать. Это очень полезно. И никто не знает, вот сидит в зале 100 человек, вы можете провести мероприятие, и никто ничего не купит и никогда не закажет. А можно вложиться так в одного, два, пять или десять человек, что они на всю жизнь это выступление запомнят и посоветуют вас там еще кому-то. Поэтому любое выступление надо рассматривать, не паниковать, а рассматривать как тему для развития. И что еще можно сделать, дополнительный вариант. Если сидит мало людей и видно, что они, ну, как бы не ваши, и вам в них вкладываться по какой-то причине не хочется, тогда можно поставить камеру и записать видео. То есть, ваше выступление после записи работаете на камеру и размещаете в интернете. По выступлению еще очень важная вещь. Хорошее выступление, которое делается на публике, для публики, оно плохо смотрится в интернете. Потому что хорошая работа с публикой – это ответы на вопросы аудитории и эмоциональная с ними связь. Человек потом на мониторе этого не увидит. И наоборот, получается, что хорошая лекция, качественная, интересная, которая будет смотреться на ютубе, она как бы достаточно скучна для аудитории, потому что с ней нет обратной связи. То есть, это разные форматы, надо это понимать. Первое, да, системно понимать, что так. И второе, уже исходя из этого, подстраивать свое выступление. А скажи, пожалуйста, вот мы в течение всего нашего мероприятия говорили о том, что очень важен call to action, то есть в конце призыв к какой-то обратной связи. Будь то покупка, будь то закрытие там на, не знаю, там на литмагнит, будь то раздаточный материал и так далее. В рамках выступления куда нужно вставлять тот самый call to action? Может быть, начинать с него сначала и говорить, ребята, мое сегодняшнее выступление в рамках продажи какого-нибудь своего продукта. Либо, например, либо в конце, либо в середине. Вот как по опыту правильнее, когда добавлять в продающую часть? Ребята, как слышно сейчас, вот пишешь, что стало хуже? Нормальный звук? У меня, воню, показывает, что нормальный. Напишите, пожалуйста. Да, почему-то, когда я выключаюсь, у тебя плохой звук. Ну вот поэтому у нас такая гармония, когда мы вместе. Да, давай не выключайся тогда, окей. Хорошо, отлично. Так, вопрос, куда call to action вставлять? Вообще, хорошая презентация – это не какое-то конкретное место, знаете, как бывает иногда. Вот я рассказываю, рассказываю, полезное, полезное, полезное и хопа, продаю. Полезное, полезное и продаю. Лучше, как бы это программный минимум, да? Потому что многие вообще забывают, типа, зачем ты здесь был и что дальше-то делать, непонятно. И идеально, когда вы всю презентацию строите так, чтобы в целом вся презентация, она была ответом, что делать дальше. Поэтому очень настоящее искусство – это плавно вплетать вот этот call to action везде. И вот это уже искусство начинается, да? Когда ты построишь презентацию, исходя из потребностей боли, и в дальнейшем люди сами понимают, что делать. Немножко абстрактно я рассказал, давайте пример приведу. Допустим, возьмем презентацию любую, да, которую мы хотим. Ну, давайте, как частникам, например, да, вот если ты новосел, да, как тебе, давайте, принять квартиру? Стандартная тема, да, например. Вот, и рассказывая о, допустим, принятии квартиры, как бы я поступил? Я бы взял пять, там, типичных страхов, либо типичных ошибок, на которые прогорают все. Вот пять у нас проблем, пять решений, и я бы давал проблема, ситуация конкретная, жизненная, дальше решение. И в конце говорите, если вы хотите, чтобы этого в вашей жизни не было, поднимите руку, кто бы хотел, чтобы в вашей жизни это не случалось. Поднимите руку, у кого случалось. Вот, если не хотите, чтобы это было повторение, то либо в конце расскажу, куда обратиться, либо прямо сейчас отправляйте смс-ку там на телефон или куда-то. То есть можно их сделать несколько, и, в принципе, лучше так сделать. Почему это лучше? Потому что у каждого сидящего в зале есть какие-то свои вопросы, свои какие-то проблемы. У них, как бы, они сидят вас слушают, но в голове у них крутится своя какая-то тема. И они такие, точно, я с этим сталкивался, у меня есть с этим опыт, я хочу это решить. И вы никогда не знаете, как бы, на что человек среагирует. Если вы в конце просто скажете, а теперь покупайте, он, может, уже забыл пункт номер два, и он у него уже не такой уже и страшный, он сфокусировался на другое. То есть идеально, когда, ну, постоянно идет какая-то тема. Это мы будем проходить там-то, это мы будем изучать там-то. Вот. А совсем, как бы, гениальная схема – это когда вся ваша презентация, она увязывается в то, что в едино логическое решение, ну, какое-то, да, она даже не озвучивается, в общем-то, но человек не может уйти, не взяв там у вас контакты. Ну, это совсем супергениальный уровень. Такое тоже возможно. Ну, это да, это высшее мастерство. А скажи, пожалуйста, насколько корректно в рамках презентации предлагать разные продукты? Потому что есть такое правило, да, в маркетинге – один посыл, одна продажа, там, да, один пост, одна продажа, одна статья, одна продажа. Ну, то есть, вот, если мы вышли с целью презентоваться, например, какую-то свою услугу новую, то мы вот в течение всего мероприятия презентуем. С твоей же точки зрения я очень часто слышу на разных мероприятиях, как ты вплетаешь и книгу, тут же ее предлагаешь, ну, да, как-то ненавязчиво, натипно. Потом, ля-ля-ля, говоришь про то, что есть такой курс, потом еще чуть-чуть там раз – есть услуга. Ну, то есть, ты в своих поступлениях, даже если они 45 минут длятся, можешь встраивать различные продукты. Насколько тем, кто начинает, нужно так рисковать или лучше не нужно? Ну, если у вас есть линейка продуктов, ну, достаточно, и вы понимаете, что эти продукты – цены для аудитории, их слово можно сказать, то лучше всегда об этом сказать. Ну, почему нет? С другой стороны, если ты что-то продаешь, ну, то есть, я-то выхожу, рассказываю, у меня не продающая презентация, я рассказываю какую-то тему, ну, потому что меня позвали, пригласили, я не готовлю эту презентацию так вот, что я сейчас буду продукт продавать. Поэтому я как бы не взначай, ну, как бы, смотрите, тут еще очень важная вещь, то есть, у меня же нет задачи продать, то есть, если бы у меня была задача продать, я бы продавал там рекламу, либо еще как-то целенаправленно, я бы продал гораздо больше. То есть, по сути, мой продукт – это решение того вопроса, который важен человеку. То есть, я говорю, вот решение комплексное, ну, книга, ну, то есть, если у тебя болит, да, ну, там, тема комплектацию не знаешь, либо, там, проблема с поставщиками, то вот за 3000 решение. Ну, нужно быть совсем странным человеком, чтобы не купить, ну, как бы, совсем-совсем дешевый продукт. Я же не продаю там за 300 тысяч какой-то там коучинг или еще что-то. Я просто, как бы, подсказываю, куда человеку копать. Ну, поэтому, это нельзя сказать, что это, как бы, продажа, и нельзя сказать, что это то, что я выступаю. Короче, с меня не надо брать пример, потому что можно брать пример в дальнейшем, когда будет много продуктов, когда будет очень много всего, и вы будете выступать там больше по фану. То есть, я для известности, скажем так, да, я не продаю сильно вообще нигде. У меня нет продающих, Свет, у меня же нет продающих выступлений, я у тебя не делаю. Я делаю там раз в год на дизайн-конференции, веб-блог, то есть, результат которого является как раз то, что за 8 часов люди понимают, что надо внедрять систему, ну, примерно так. Я бы так сказала, на самом деле нет продающих выступлений, при этом каждое твое выступление продающее. Ну, можно так, да. Ну, да, да. Ну, последний вопрос по выступлениям. Коллеги, если есть вопросы по выступлениям, задавайте, эту тему мы закрываем, переходим к следующей. Вопрос такой, понятно, что выступление на, ну, для дизайнеров делать проще, а вот для конечных клиентов не так-то проще, потому что их вообще собрать, это, ну, некоторая проблема, да, и во-вторых, они, ну, не так активно, может быть, на это реагируют. Вот скажи мне, пожалуйста, у тебя было достаточно, я даже видела фотографии, ты выступал в каком-то клубе миллионеров и так далее. А сколько аудитория формата бизнес, бизнес плюс и премиум лояльна к выступлениям? Либо выступление – это все-таки инструмент в основном для аудитории, там, комфорт. Наоборот, я бы даже сказал, что чем более осознанно, тем им интереснее. То есть вопрос, наоборот, как раз-таки, ну, тем, кто мало, как бы, эконом-класс, да, хуже, мне кажется, смотрят, слушают. Чем более человек, как бы, опытный, прошаренный, тем с большим вниманием он будет слушать, смотреть, ну, если выступление правильное, интересное, особенно если он не понимает. Я сам хожу постоянно на выступление, если там есть возможность, если понимаешь, что это не вода, и слушаю людей по разным сферам, ну, совершенно там, в которых я не разбираюсь, мне очень интересно. Вот, поэтому главное, чтобы было полезно, ну, как бы, аудитория, да, и чтобы то, что вы рассказываете, к примеру, если я рассказываю на аудиторию бизнес-сегмента, про дизайн, если мне нужно, например, в бизнес-сообществе рассказать, что, как бы, донести мысль, что я нормальный дизайнер, да, я не буду рассказывать о том, как я делаю подбор цвета и комплектацию, я буду рассказывать, например, как я организовал систему работы в дизайне, либо как я написал книгу по дизайну, либо какие там, ну, скажем так, проблемы и ситуации у меня были с премиум-сегментом. То есть я им расскажу те вещи, которые их интересуют, но на своем примере. К чему это ведет в итоге? В итоге это ведет к тому, что люди из этого сообщества потом, то есть продажи это как больше через нетворкинг, да, через знакомство. Они уже потом, когда у них возникает необходимость сделать дизайн, они обращаются ко мне не потому, что я лучший дизайнер, а потому что они другого не знают, они помнят, что вот я вроде что-то нормально рассказывал. Ну и все, допустим, ты с ними в общем чате, вот, и они потом тебе пишут, ой, я купила там квартиру, я купил там дом, посоветуй мне там с планировкой. Ну и все, в принципе, так шаг за шагом можно делать спокойненько работу. Ну что, переходим к теме, к другой вопрос по поводу книги. Вот есть вопрос, насколько важны клиенты, насколько твои клиенты, не дизайнеры, а именно потенциальные клиенты читают книгу, и книга это все-таки инструмент экспертности для клиентов, когда вот их дизайнер это автор какой-то книги, либо они действительно читают, и контент там тоже важен. Я, контент важен в любом случае, потому что если плохо сделано, она больше позора пронесет, нежели славы какой-то, вот, и, ну, как бы, книги с картинками меня всегда веселят, да, вот, какие-то веселые картинки там и чего, и какие-то банальности написано. Чтобы сделать красиво, надо делать вот, вот, соберите всю свою фантазию в кулак и сделайте себе красивую, функциональную, эстетичную кухню. Спасибо. Понятно. Вот. То есть, ну, не знаю, тут каждый, наверное, сам отвечает. Для меня, ну, книга это некая все-таки более серьезная тема, да, более серьезная. Ну, есть, моя философия такая, да, что книга это не просто так, там, сел копирайтер, что-то написал тебе с твоих выступлений, и тяп-ляп и готово. Вот. Поэтому я очень-очень серьезно к этому подхожу. А что касается клиентов, честно говоря, мне кажется, что работает больше некий статус и качество, да, ну, как бы, книги, материала. То есть, может быть, они читать-то вряд ли будут. То есть, зачем вам? Потому что если они бизнес-бремиум-сегмент, который у нас заказывают, они как бы заказывают у нас. Вот. Но при прочих равных условиях, ну, вот я дарил клиентам и реальным, и потенциальным книгам свою, у них были очень такие положительные впечатления. И самое интересное, что они могут, то есть, это как инструмент, они могут показать кому-то, там, другу, знакомому. То есть, это уже, ну, тоже, как бы, интересная такая вещь. Говорит, вот, там, мне дизайнер, там, например, дал, там, ой, ничего себе, там, можно посмотреть. Ну, просто так вот. Поэтому читают вряд ли, а как экспертность, да. Ну, а для этого и книга должна быть хорошей. Да. Станислав, а я знаю, что есть, у тебя такая классная электронная визитка, и здесь есть как раз вопрос. Вместо визиток или книг можно делать флешку с информацией о себе и дарить ее клиенту. Но я знаю, что ты также сделал целую посадочную страницу по себе, такую онлайн-визитку. Ну, я не знаю, если есть возможность сейчас продемонстрировать, то продемонстрируй, пожалуйста, и если нет, то покажи, что это такое, насколько это работает. Вообще, что клиентам лучше отправлять? Давать визитку, отправлять книгу, или просто рассказывать о системе, или подфолио отправлять, и так далее. Короче, идеальная тема, да, правильно, это вот интернет-визитка. Она у меня не доделана на самом деле еще до конца, но потенциал есть. Сейчас я объясню, как она выглядит. То есть вы прописываете, условно, свои регалии, да, что вы делали, чем вы полезны. У меня достаточно сложная история здесь, потому что у меня несколько типов клиентов, и у меня основная задача отфильтровать аудиторию сразу же, да, чтобы кому было нужно дизайн, они на дизайн идут, кому на обучение, на обучение, кому куда, в общем. Вот, если продукт один, и там о вас тоже, ну, достаточно понятно, то это будет гораздо проще делать. Почему это важно? Вот как она выглядит, сначала я покажу. То есть вот он, как бы, такая вот полоса. И здесь нам нужно очень важно смыслы перенести. Вот мои смыслы, вот важные смыслы обо мне, они так и написаны. Сейчас поближе сделаю. Значит, книга-энциклопедия, автор книги-энциклопедия, дизайн-конференция, стандарт профессии, ну, то есть сделано, да, то, что сделано. Мои проекты для известных компаний, статус, да, добавляется, для частных проектов, мой бизнес как система, моя история, как стал дизайнером, живу, применяю на себе, что то, что я делаю, я применяю еще там на своем школе, выпускники и так далее, СМИ о нас. То есть у нас есть несколько смыслов, которые мы хотим показать. И человек может покликать, посмотреть. Естественно, когда со мной знакомят, то есть это как бы знакомство, да, каждому человеку все это знать не нужно, ну, и вообще все это читать вряд ли кто-то будет целиком, но он может покликать, посмотреть. На самом деле у меня здесь сделано гиперссылочками, да, и все в одной теме, но лучше это сделать, разделить на несколько разных составляющих, и, допустим, вы знакомитесь с клиентом. Допустим, как это работает вообще тема? Допустим, клиент вам звонит по телефону, говорит, «Здравствуйте», ну, такая ситуация, наверное, у всех бывает, «Сколько стоит у вас дизайн?» Да, вы ему говорите, там, столько, то он говорит, «Спасибо, я подумаю» и уходит. Вот, ну, знакомая такая ситуация? Я думаю, что у многих знакомая. Как лучше сделать? Вы скидываете ему, говорите, «Сейчас я вам отвечу, да, дизайн там стоит, там, от 300 до 3000 рублей, то есть в зависимости от того, там, что у вас за проект. Давайте вот как сейчас вам сделаем. Я вам буквально сейчас вот на этот WhatsApp номер, да, прямо сейчас скину просто чуть-чуть инфу о себе, базовую, и пару проектов». Значит, мы посмотрите, буквально 2 минуты это займет, и потом тут же я вам позвоню, и мы с вами, собственно, побеседуем о стоимости. Подходит вам такой вариант? Говорит, ну да, почему бы и нет. Если он говорит, нет, мне нужно сразу же сказать, ну, говорите, как бы, продаете, короче, ему идею, да, что надо все-таки посмотреть перед тем, как. Ну, то есть не отказываются. Вот, дальше что вы делаете? Вы отправляете. Вот, допустим, я могу сейчас просто промотать, там, что у нас. Вот, допустим, я даже это все не читаю, я начинаю просто, ну, мотать. Вот, кто такой там? Я читаю только заголовки и картинки смотрю. Кто такой? Чем могу быть полезен? Вот какие-то проекты. Вот какой-то журнал. Обучаю дизайну бизнесу. А, понятно, там, вот, окей, если я ученик и хочу сделать, как бы себе бизнес, например, или научиться дизайну, значит, мне это будет интересно. Там, если я хочу проект заказать, то мне, соответственно, первая вот эта тема интересна. То есть это все я быстро проматываю. Опять же, почему здесь не идеально сделано? Потому что у меня смесь здесь аудитории. Это я сделал, как бы, для старта. Сейчас это надо разделить на две части. То есть отдельно по обучению, отдельно по дизайну. Потом, что делаю я? Допустим, листаю энциклопедия, дизайн-комплектация, какая-то книга, да? Я, опять же, на конференции, тут написано, что книгу покупают, она популярная в Инстаграме, дизайн-конференция. То есть тут просто я, человек даже просто мотаю, он видит много-много смыслов. И самое главное мне в данном ситуации, чтобы человек увидел, что как бы я не стыдный парень, что со мной можно иметь дело, что вот я какие-то проекты делал интересные, ну и, наверное, если я Москва-Сити делал, то, наверное, и вашу квартиру тоже сделаю. Вот. И вот, в общем, он мотает-мотает, и тут две минуты проходит, я ему звоню, тут он строителей, кстати, посмотрел, да? Тут он посмотрел, что я на стройке. То есть у него уже складывается некий, некий визуальный образ меня, и он уже со мной говорит не как с очередным дизайнером, а как бы он ознакомился вообще со всем, с моей там историей, с жизнью и так далее. Вот. И тогда уже продажа будет гораздо проще, гораздо интереснее. Очень крутая тема. Я как-нибудь соберусь по этой теме курс сделаю, но сначала себе дооформил. То есть я из тех людей, кто сначала сделает все, оформляет и делает. Вот. А дальше уже, ну, как бы расскажу и покажу, и мы с вами тоже сможем научиться это делать. Ну, примерно такая тема. А здесь есть вопрос именно по поводу флэш. Был ли у тебя опыт дарения флэшки на передачу заказчика генетки в электронном виде, и вообще они ее ей пользуются или нет, оставляют или нет? Нет, это не надо. Все, что сейчас нужно, это WhatsApp-презентация. Делайте на Telegram PH, он называется. Это сервис, на котором можно сделать то, что я вам только что показывал. Вот эту тему. У меня просто сделано на своем домене. По сути, что мы делаем? Мы делаем Instagram. Ну, по сути, это как правильно, это срежиссированный Instagram. То есть вы берете важные посты, важные смыслы, и делаете их в той последовательности, не как в Instagram идут, а как вы хотите. В целом, эту же историю можно в Instagram повторить. То есть каждый блок – это картинка смысла, картинка смысла. То есть важно, чтобы клиент посмотрел в вашей ситуации. Никакая флэшка не нужна. Вам нужен человек, только что позвонил, вы ему скинули на телефон, он посмотрел, полистал, все понятно, окей. У него создалось впечатление, вы можете продолжать переговоры на выгодной для себя позиции. Флэшку не надо, забудьте флэшку. Это бесполезная тема. Еще раз, сервис как называется? Telegram PH. По-моему, так называется. Сейчас я напишу. Так, 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 так. А вопрос такой. А, или Teletype. Teletype, по-моему, называется. Я скину. Это такой шаблон конструктора. Да, 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 шаблон конструктора очень простой такой, да. Давайте, если нужно будет, потом скину. На фильде. Да, можно на любой, да. Самое главное, чтобы там не было лишнего. То есть у вас должно быть очень быстро открываться картинка, текст, картинка, текст. Давайте скажу, как писать. Тоже очень полезно будет для всех копирайтеров, ну или тех, кто будет опубликоваться. Короче, самое главное, это заголовок. Заголовок должен быть такой. Смысл. Почему у нас заказывают VIP-клиенты, например, да. Как мы избегаем лишних трат. Как выбрать поставщиков, чтобы не накосячили. Ну, то есть видите, какие заголовки? Они, которые, заголовки, которые закрывают боль клиентов. То есть он читает заголовок, он смотрит картинку. На картинке должно быть доказательство, что вы реально это делаете. Допустим, вот заголовок, как мы выбираем поставщиков, там должны быть вы, и как вы выбираете поставщиков. И под картинкой еще можно сделать подпись. Ну, какой-то второй смысл добавить, допустим. Мы, ну, что изображено на картинке? То есть мы на объекте, там, 150 метров в Москве выбираем из пяти поставщиков для того, чтобы выбрать, кто там штукатурку нам будет делать. Все понятно. То есть у вас есть заголовок, у вас есть доказательства, и у вас есть, ну, расшифровка всего этого. Вот. И такими смыслами вы наполняете всю эту историю. Очень крутая тема. Вопрос о том, если команда молодая, но уже опытная, и хочет выходить на клиентов формата бизнес, там, плюс и так далее. Но при этом команда сейчас струнируется, набираются сотрудники и так далее. Ну, есть какой-то опыт, там, набор этих сотрудников. Насколько интересно клиентам читать про вот эту историю развития компании и нужно ли об этом писать? Либо, если у нас задача, ну, уже непосредственно продавать с помощью нашего контента, уже сразу говорить, что вот мы в студии с большим опытом. Клиенту не сильно важен, на самом деле, опыт и люди. То есть это доказательство. Давайте, сейчас. Я немножко сразу же стал отвечать. Давайте я немножко скажу, как вообще процесс идет системно. То есть человек сначала, как он мыслит, такой, окей, мне нужен дизайнер. Как я буду искать дизайнера? Я буду искать дизайнера, который мне подходит по стилю, по картинке, по портфолио. Ну, скорее всего, если он уже не по совету кого-то выбирает, потому что по совету другая логика, человеку, которому можно доверять. Если, допустим, он лезет в интернет, он смотрит портфолио. То есть первично это картинка, которую вы даете. Ну, по-любому. Это первое. Либо, если вы даете не картинку, он может как бы на вас подписаться, как на топ-блогера, можно так сказать. То есть человек, который своим авторитетом вызывает доверие. Ну, не обязательно топ-блогера, у которых там миллион, а просто человек следит за вами. Ну, допустим, ему нравятся ваши мысли. Ему нравится там, как вы, где вы путешествуете, как вы там выглядите, одеваетесь, гуляете, какие там у вас домашние питомцы. У меня был случай интересный, когда я на велосипеде еду, снимаю сториз, а девушка пишет, ой, вы тут недалеко живете. Вот, а, кстати, вот можно там у вас что-то на меня хотелось заказать. Почему вопрос? Ну, потому что вот ты недалеко здесь, и вот такое чувство причастности возникает. То есть это вот два основных момента либо по портфолио, либо по чувству причастности. Надо понять, ну, как бы, что ты двигаешь. Если у тебя разношерстное портфолио, то надо двигать, ну, как бы себя лично. А если, это как бы всегда выкрашенные стратегии. Если у тебя стиль какой-то, тогда ты стиль двигаешь и описываешь. Ну, и так, это отвлечение. В общем, человек почему-то хочет вас выбрать. Первое, что он хочет понять, это, что вы предлагаете, и потом уже ему надо доказательства. То есть вот для чего вы показываете команду, или для чего вы показываете опыт работы. Закрываете страх клиента. По сути, это ответ на вопрос, а не обманешь ли ты, а действительно ли все получится. То есть это как бы вот такая вот тема. И это нужно показывать, но после того, как, собственно, ты продал. Как показывать? Читать не будем, но просто посмотрим, пролистает смысл, как я сейчас сказал. Окей, команда какая-то, но что он будет вчитываться, зачем ему эта биография? Ну, бесполезно. Он прочитает вашу биографию, если вы его заинтересовали как личность. Вопрос такой, а тогда какой же контент давать, если ты только начинающий дизайнер, у тебя еще нет реализованных объектов. А о чем писать? Надо писать о том, как, ну, собственно, ты закрываешь страхи клиентов. Писать всегда надо о страхах. Ну, то есть смысл, то, что я сейчас сказал, это как вы закрываете, избавляете клиента от боли, за что он вам платит. Потому что платят только, когда вы избавляете клиента от каких-то проблем. Ну, либо там, если вы там в интертейменте, когда вы развлекаете, например. В основном ваша задача или там наша задача, это решать какие-то проблемы, с которыми клиент сталкивается. И ваше решение, то есть решение через вас, как профессионал, дешевле ему будет и быстрее. То есть кому-то дешевле, кому-то быстрее, кому-то и то, и то. Чем делать самому? Зачем дизайнер заказывает? Ну, потому что клиент не умеет, значит, делать техническую часть. Он не знает, как правильно соединить какие-то референсы, которые он там ездил по отпускам и фоткал. И он не хочет этим заниматься, потому что нет времени. Вот три проблемы, которые вы можете решить, например. И вы говорите, как мы решаем? Если у вас нет опыта, ну, никакого в этом плане, то, в принципе, как многие блогеры и делают, они пишут какую-то абстракцию, ну, типа, вот, как надо делать. А потом, когда к ним прилетает заказ, и даже на это прилетают, они передают уже матерым архитекторам, у которых 20 лет опыта, но они, которые ничего не пишут, и вот они сидят и ждут, пока вот их кто-то оценит. А уже не оценивают, вот девочки из Инстаграма получают клиентов и передают им, и они там за треть от стоимости или там за 10% делают им проекты. Так тоже бывает. Поэтому, что делать, если ты начинающий? Надо показывать, ну, то есть, если ты совсем начинающий, то я бы показывал себя, как личность, как я учусь, короче. Ну, то есть, говорю, ребят, я начинающий дизайнер, то есть, начинающий не значит плохой, а значит стоимость, как бы у меня пока невысокая, ну, то есть, на плюс давать. Что еще? Еще я очень увлечен, мне нужно, как бы, в портфолио публиковаться, и хочу в журнале. И ваш объект может быть, по сути, на обложке журнала. Моя цель, короче, чтобы мой клиент попал на обложку журнала. Я ради этой цели чуть ли не буду доплачивать. Ну, то есть, какой-то такой можно смысл донести. И когда ты это доносишь смысл, приходят клиенты, у меня так было, и у наших учеников. У нас есть клиент замечательный, с которым я работал сначала, Павел. И я ему делал там два или три объекта. Ну, не задорого, это были одни из первых моих объектов. Вот. И потом уже он, когда я сказал, что мне уже не выгодно там с ним работать, у меня уже много объектов, он взял какого-то моего ученика, не какого-то конкретного, там, Дмитрия у нас был, и с ним уже там делал два тонхауса, ну, для себя. Вот. И вот, как бы, они так делали. То есть нормальная тема, есть такие клиенты, которые именно хотят работать с начинающими. Почему, кстати? Не только из-за стоимости. Давайте я смысл могу донести, если вам полезно будет. Полезно будет смысл донести, почему клиенты выбирают начинающих? Конечно. Всем будет полезно. Даже мне. Окей. Клиенты выбирают начинающих, потому что они, короче, они не хотят оказываться в такой ситуации, что им кто-то что-то диктует, как надо. Потому что экспертный дизайнер, он такой, ну, типа, властный, да, как нас учат, да, что вот мы, как доктор, да, должны говорить, как должно быть. А есть клиенты, которые это не любят. Они просто это на духу не терпят. И у меня были такие случаи, у меня был, вот, кстати, вчера только звонил этот клиент, я уже лет 10-15, наверное, знаю, вот еще один, еще один дом себе делает, уже там студия моя делает ему, из Казахстана. Я с ним встречался лично в Москве. Он мне показывает какой-то интерьер из журнала. И говорит, можешь так сделать? Я говорю, да, вообще не вопрос. Типа я, ну, что, я молодой, борзый, могу все, что хочешь сделать. Вообще не вопрос. Я ему говорю, позвольте задать вам только один вопрос. Ну, вот. Почему вы обращаетесь ко мне, то есть деньги у вас есть, почему вы ко мне обращаетесь, а не к автору? А он мне говорит, а я вот приехал в Москву, и в гостиницу он живет. Говорит, я вот вызвал, ну, не вызвал, как бы созвонился на встречу с тремя дизайнерами до тебя. И говорит, я с ними встретился, и даже с автором этого интерьера. Я понимаю, что они, короче, мне будет с ними тяжело общаться, а вот ты такой, как бы, простой, нормальный парень, и мы с тобой найдем общий язык. То есть без каких-то там выкидонов, без какого-то пафоса, без какого-то вот такого. Короче, я не стремился его ничего учить, я стремился его понять и сделать как надо. И он увидел, что даже если чего-то не умею, не знаю, ну, то есть у меня есть там опытные товарищи, которые мне подскажут. Он говорит, да, вообще супер. Мы же сначала картинку нарисуем, он мне спросил. Говорит, да. Ну, это снятие возражения, что типа если технически. Мне когда понравится, тогда мы уже начертим, да. Вот, в принципе, и заказ очень хороший, я ему сделал квартиру и, ну, дома чего-то получается делаем. Вот, это как бы такой иллюстративный случай, но он не единичный, потому что Павел, вот то, что я рассказывал выше, то же самое. Ну, и таких было несколько. Вот это психология людей, которые, как бы, которые хотят личного общения с конкретным человеком, который им нравится. Поэтому тут не надо бы делаться, надо просто показать, как бы себя нормальным. а статусные могут не подойти, как раз таки из-за этого. Ну да, у каждого клиента свои, как ты правильно говоришь, боли, и у кого-то боли, тогда это страх и нежелание, чтобы им управляли. Да. А вопрос, вопрос по поводу, если нет портфолиума, что, чем мустрировать свои вот эти вот посты о том, что ты начинающий дизайнер, где брать все проекты? или какие-то фотографии, или там что, липотиков, или чужие проекты, кладки, чтобы публиковать, как ты считаешь? Я считаю, что чужие вообще не надо никогда публиковать, и я считаю, что всегда есть, что показать. Ну, то есть, ты же что-то делаешь, ну, как, если у тебя вообще опыта нет, ты, значит, учишься, наверное, сейчас. Значит, показывай, как я делаю дипломный проект. Вот, вот у меня такие-то сложности, вот у меня тут чертежка не получается, а вот здесь получается. Ну, то есть, что-то, да, то есть, человек увидит, что ты растешь, и, допустим, кто-то подпишется, например, вместе с вами, то есть, вы начинаете сейчас, но через три года, когда у вас уже будет опыт, а человек вас уже три года знает, потому что тогда ему тоже был интересный дизайн, он подписался, смотрит, читает, если вы еще интересно пишите. Через три года может получиться так, что у него там, у его знакомых есть вдруг заказ, да, допустим, а он вас знает, ну, как дизайнер. Поэтому я бы просто тренировался, писал, что есть. Что еще можно делать? Можно делать описание, разборы какие-то. Вот я сейчас делаю разборы, может быть, кто-то видел на инстаграм-канале. Я просто говорю, присылайте мне, что хотите, вообще все равно, я буду, как я вижу, просто рассказывать. Полезно, не полезно, ну, будете сами студить, и я просто рассказываю. Вот, и люди, соответственно, тоже как бы, нравится по отзывам, кто-то смотрит, кто-то пишет, кто-то присылает, кто-то заказывает, ну, то есть, хорошая тема такая. Поэтому, можно ли чужие делать? Да, но если ты там высказываешь свое экспертное мнение, если ты говоришь, типа, вот, давайте мы посмотрим топ-10 интерьеров последней выставки, ну, наверное, как бы да, но только ленивый уже об этом не сказал. А если ты свое отношение какое-то высказываешь, ну, тут ты уже идешь немножко к блогерам, ты говоришь, вот это плохо, я говорю, ламинат это плохо, пластиковые окна не ставьте, ставьте деревянные. И это моя позиция уже возникает. То есть, со мной можно поспорить, да, кто-то скажет, ничего подобного, а я скажу, а вот мое мнение такое. И начинается какой-то спор некий, то есть, начинается движуха. Поэтому, перед тем, как начинать что-то писать, надо себя понять, да, свою позицию и дальше смыслы передавать. Короче, если ты начинающий, пиши о процессе начинания. А где грань между личным в аккаунте и профессиональным в аккаунте? Стоит ли мешать какие-то личные свои истории, там, детей, котиков, чего-то еще и профессиональные интересы? Либо развести это по двум разным площадкам? Развести по форматам. Делать на одном аккаунте лучше всего. как бы, последняя тенденция вообще, ну, все остальное. В общем, не надо разводить и плодить аккаунты очень расфокусированным вниманием. Никто не будет отдельно следить за вами, там, как за человеком, за вашей студией. То есть, лучше перемешивать. В ленту, в основную, посты по делу можно пореже. А в сторизы пихать, что хочешь. То есть, я знаю много очень случаев, когда там люди просто бред записывают, там по 10-15, сколько хочешь там сторисов и идет движуха. Вот в прошлом году у нас там была стройка, сейчас она заморожена по понятным причинам, но скоро возобновится. И я в сториз каждый раз говорю, вот нам привезли КамАЗа там щебня, а вот мы там бетон заливаем. То есть, вроде бы какая-то вроде фигня, но с другой стороны это живая какая-то история. Я продаю здесь смысл такой, что мы живые, мы работаем, вот у нас стройка идет. Если у нас идет стройка, мы возим КамАЗа, щебень и что-то такое, не важно даже, что мы строим, важно, что мы строим. То есть, смысл, что мы как бы живые и мы доведем до результата. А вот что мы построили. То есть, можно любой процесс, что вы делаете, документировать и выкладывать. Через 24 часа пропадет, никто не вспомнит, это как бы нормальная тема. А, у меня, нет, ты можешь в бесконечный сториз поставить, можно там дома офис у нас посмотреть, как сделано. Вот эта тема как бы пользуется популярностью. Опять же, я в Инстаграм тоже еще не доформил, как надо, но когда доформил, расскажу, покажу наглядно, чтобы был пример, как надо делать и объясню почему. То есть, какая логика. Ну, хорошо, это КамАЗ-щебня, это все-таки околорабочая история. А история, я проснулся и поел. Вот это. Не, но это никому не интересно. Смотрите, все очень просто. Четыре всего вещи, матрица такая, да, четыре вещи волнуют клиента, ну, и вас. Если вы их будете применять, то будет счастье, если не будете, то счастья не будет. Первое, это деньги, как сэкономить, заработать. Второе, это эмоции, что-нибудь развлекуха какая-то, вот там, ну, просто любые эмоции, да, вот, мне понравилось, мне не понравилось, смотрите, какие там строители козлы, либо смотрите, как у нас прикольно, привезли какую-то прикольную штуку, вот распаковочка, да, какие-то эмоции, любая эмоция, да, должна быть. Третье, это социальная тема, как похвастаться перед кем-то, ну, либо клиентом, либо вы, то есть, то, в общем социальная вещь, которая превозносит либо вас, либо клиента над остальными, либо соединяет, то есть, это может быть любовь, отношения. И четвертое, это безопасность, вот четыре базовые вещи, которые волнуют. Безопасность, это, там, как, чтобы не украли, да, либо украли, мы их нашли, ну, какая-то такая тема, в общем, что-то может быть такое, что, в общем, как бы обеспечить безопасность. Вот эти четыре вещи, только они должны быть в постах, если этого нет, ну, то не нужно. Отвечая на вопрос, нужно ли, как я поел, если ты поел, и у тебя тарелка перевернулась, и каша твоя упала на паркет, и он там сломался или не сломался, то это можно показать, это и прикольно, и, там, безопасно, да, и интересно, и... И обзор материалов. Да, и обзор материалов, да, типа, вот тест-драйв, вот, можно поржать, что тест-драйв моего паркета, вот, тогда это точно нужно. Если ты просто ешь, ну, как бы это никому не интересно. То есть вопрос не что ты показываешь, а какой фокус ты несешь. Я могу сейчас, вот у меня там кошка проходит, например, перед окном, я могу кошку снять и сказать, как вы думаете, для чего я эту кошку снял, и туда привести, что хочешь, хоть эмоции, хоть безопасность, хоть чего. То есть важно не что, а какой смысл ты дальше доносишь, и как ты к этому чего-то привязываешь. Очень-очень правильно. Вопрос такой, так, друзья мои, у нас осталось 10 минут, поэтому, если вы хотите успеть еще, чтобы Станислав ответил на наш вопрос, пожалуйста, пишите их в чат. Вопрос по поводу визуальное оформление ленты. У нас было отдельно, поэтому на эту тему, вебинары, как раз Даша Казанцева, тебе небезызвестная, проводила его и рассказывала, как и фильтры накладывать, и так далее, и так далее. Вот, как ты считаешь, сама лента в Инстаграм, ну, либо это другой какой-то там канал, в том случае, это Ютуб, да, или там какой-то еще, или сайт, насколько важно визуальное оформление, как его привести к одному какому-то фильму? Слушай, ну, оно важно на том этапе, когда человек заходит просто так, и он буквально там 3-5 секунд осматривает, типа окей или не окей. Но сейчас уже все научились делать стандартное оформление через фильтры, и, короче, сейчас все на одно лицо, то есть ты заходишь, я как только вижу фильтр, говорю, а ну понятно, там типа копирайтер пишет, фильтры накладывают, сейчас будет что-то продавать мне. То есть я больше за то, чтобы выделяться как-то, ну, короче, за жизнь и за естество. Ну, это вот моя личная такая позиция, ну, как бы поэтому тут не могу комментировать, то есть кому-то нравится, кому-то нет. Я бы выкладывал хорошие фотки, фильтры я бы не баловался, особо с фильтрами, я больше как бы за, наверное, естественно, что ли, какую-то такую. Вот, но я не говорю, что я там супер в этом эксперт, и я вообще как бы не эксперт в Инстаграме, я просто свое мнение, вот как бабушка на Сине, рассказываю на лавочке. Вот, поэтому, наверное, имеет смысл все-таки послушать те, кто как бы умеет. Ну, если их результаты вам, если их результаты вам нравятся и вы хотите так же, наверное, имеет смысл слушать тех, кто уже это умеет делать. А еще лучше слушать, сейчас, сейчас, очень важная мысль, еще лучше слушать не их, а результаты их учеников. Вот я бы вот на это посмотрел. Потому что, ну, короче, это важная часть. Смотрите, как получается у тех людей, которые последовали совету и сделали. Ну, то есть, обращаешься к этой теме, говоришь, вот, а посоветуй, пожалуйста, кому мне посмотреть там три человека, кто уже внедрил, у кого получилось. Все, супер. У меня таких там сотня, да, я могу дать отзывы посмотреть. Там, внедрение системы, внедрение комплектации и так далее. То есть, как бы, вот это важно. А все остальное, это как бы, ну, вилами на воде, непонятно, как с этим работать. Но при этом, если мы говорим, допустим, про твой, да, аккаунт, что на тебя уже подписывают все люди, которые о тебе уже знают, которые тебя где-то видели, которые прочитают твою книгу, которые увидят тебя на выступлении и начинают уже следить за контентом. Вот насколько ты чувствуешь ответственность перед этими людьми, это вопрос от меня уже лично, насколько ты чувствуешь ответственность перед тем, как выложить тот или иной пост, зная, что за тобой сидят те люди, ну, которые где-то уже о тебе слышали, которые, в принципе, твои потенциальные клиенты, а может, уже и реальные клиенты. Ну, я ответственность, в первую очередь, по отношению к себе, ну, как бы, испытываю, это самое главное для меня. И мой внутренний цензор, там, или что там, что меня касается, вот моя внутренняя тема, да, она не позволит выложить какую-то фигню, там, или что-то не то. Ну, то есть, я даже не знаю, такой вопрос, я не выкладываю такого, когда... Ну, да, да, то есть, мы не увидим у тебя, там, вот тоже, как я поел, там, или что-то еще. Не, может быть, увидите, почему нет. Собачки. Увидите, на самом деле, тут, короче, я так скажу, все, что ты говоришь, там, как я поел, как собачки, и все остальное, это важная тема, если ты доносишь со смыслами. Вот, поесть, уронив, там, паркет, или, ну, опять же, специально-неспециально, ты уже можешь, как хочешь делать, да, если что-то случилось, какая-то неприятность, вот, крыша потекла, например, да, он говорит, вот, строители там сделают, а как можно было это избежать? То есть, ты показывая какую-то тему, там, ну, любую, да, ты можешь говорить, вот, как это можно избежать, и несешь какую-то пользу, одну из четырех, ну, вот эту. Я, еще раз говорю, на меня не надо смотреть, например, моего инстаграма, я его не веду, я его не делаю, я, как бы, он у меня пока склад, я, я не добрался до туда, вот, я когда доберусь системно, я понимаю, что надо делать, у меня прописан сценарий, я еще не добрался, когда я доберусь, я точно детально расскажу, что надо делать, как работает, и как это выглядит, пока у меня хаос, поэтому подписываться, подписывайтесь, спасибо, я, наверное, до 10 тысяч доберу людей, у меня сейчас прибавляется, по сколько-то там, по 20, по 30 человек там, не верю, и скоро, в общем, будет 10 тысяч, когда я ссылочку смогу давать на сторис, вот тогда я уже, наверное, серьезно займусь, ну, нагонять не хочу, как бы, они сами подписываются, вот, поэтому сделаю чуть позже. Мы говорим не про Инстаграм, мы говорим про контент в целом, а как контент, я считаю, это главный передающий инструмент. Вопрос такой, задает Юлия, спрашивает, на каком этапе можно открывать студию, когда в работе определенное количество объектов, получается так, что когда есть объекты, я занимаюсь они самостоятельно, частично делегирую, развитием, развитием, соответственно, в это время заниматься некогда, когда освобождается время для развития, снова появляются объекты. Вот вопрос, как объединить развитие и работу? Отлично. Я очень сильно рекомендую, тут, наверное, не в качестве рекламы, а в качестве реального ответа, как мы сегодня говорили. Это у нас есть курс 7 плюс 7, тема, как называется, как пройти с нуля до миллиона, там, на любимом деле, на дизайне. В чем суть? В том, что на каждом уровне развития, да, вот там ноль, ты, допустим, вообще ничего не знаешь по дизайну, вот, у тебя есть там свои страхи, свои проблемы, потом ты научился, да, чего-то делать, зарабатываешь там 50 тысяч, это стандартная зарплата там на работе, либо там фриланс-проекты. Как двигаться дальше? Тут возникает следующий тип вопросов, как это делать, потом там 150, 300, 500, миллион и так далее, то есть на каждом из этих этапов тебе нужны новые навыки, всего навыков 7, их надо развивать, как это делать, собственно, там рассказано, как план работы, это вот в качестве там рекламной рекламы, ну, в общем, если будет полезно, очень крутая тема, пишите, дам ссылочку, он недорогой, там около 3-4 тысяч рублей стоит. Отвечая на вопрос, теперь, если кратко, что делать? Действовать поэтапно, то есть смотрите, сейчас объясню, если у вас есть проекты, и если в какой-то момент, допустим, не хватает времени, то надо понимать следующее, что вы не дозарабатываете денег, то есть по сути то, что вы не развиваете себя или действуете неправильно, вы как бы теряете деньги в моменте. Надо начинать, скорее всего вы на уровне сейчас до 150 тысяч находитесь, по вопросу, как бы я сразу квалифицировал, понимаю, и скорее всего, ну, нерегулярные там заказы дохода. Что я делал на этом уровне? Я просто могу свое подсказать, я его также, кстати, описываю в этом материале. Значит, очень важно взять себе менеджера, который будет закрывать основные оперативные вещи, хаотичные, да, там, пересылку какую-то, там, делегирование, общение с клиентами по деньгам и общению с сотрудниками по сделанной работе. Второе, нужно взять помощников на рутинные операции. Это, скорее всего, визуализация и черчение. Самостоятельно заниматься тем, что лучше всего получается, и то, что делегировать сложно. Ну, допустим, у вас это будет там, дизайн и комплектация, например, и то, что приносит максимально денег. Вот, в такой позиции уже начинать, как бы, двигаться, в такой позиции у вас будет денег столько же примерно, да, а времени становится больше, ну, то есть, по-любому станет больше. И освободившееся время уже использовать на работу с тем, чтобы простраивать следующий план, опять же, вот по этому, по нашему, по нашей методике, чтобы двигаться дальше. То есть, там навыки именно нужны, то есть, надо развивать свои навыки. Навык копирайтинга, навык там, видеокопирайтинга, упаковки, продаж, вот это все нужно в себе внедрить, потому что ты не можешь делегировать то, что у тебя как бы, ну, ты не знаешь, как делать. Ну, примерно так. Не знаю, наверное, абстрактно немножко рассказал. Посмотрите вот этот материал, курс 7 плюс 7 называется, как заработать домик. А где надо быть ссылкой тут? Давайте я пришлю, да. Да, пришли в чат, потому что я скинула ссылку на твой инстаграм, если у кого-то будут вопросы дополнительно, то же у нас осталось 3 минуты буквально. Да. Вот, если вопросы, вы пишите, Станислав, сейчас он скинет ссылочку. Ну, и в завершении последний вопрос будет от меня, значит, тут гости все слушают, я надеюсь, что записывают и слушают твои советы. А пока ты скидываешь ссылку, вопрос у меня будет, ну, последний, на оставшиеся 3 минуты, перед тем, как мы тебя отпустим. Контент создать, это полбеды, да, его там записать или написать, или там придумать, оцифровать и так далее. Дальше его нужно донести до своей целевой аудитории. Вот каким образом ты это делаешь, через какие каналы, инструменты, реклама какая у тебя работает, дай какой-то краткий ликбез в область твоего личного продвижения. Так, сейчас давайте я скину, чтобы было у нас понимание. Вот, курс 7 плюс 7 он называется, если что, на нашем сайте находится. Так, и куда мне в чат докинуть, наверное? Да. В чат кидаю, 7 плюс 7. Так, вопрос, как распространять. Правильно? Да. Смотрите, распространение контента стоит денег. Вообще, привлечение клиентов, давайте базу такую дадим, стоит денег. Ну, либо денег, либо времени, соответственно. Бесплатно никто не придет, даже у вас, если супер какая-то тема, супер результаты, бесплатно, все равно к вам никто не придет. Вы тратите либо время, либо деньги, ну, на это. Вот, а чаще всего и время, и деньги, и немало, да, и времени, и денег. То есть, обязательно нужно распространение. Чтобы распространять, на самом деле, это самая простая история, вот честно скажу, потому что, как только у тебя есть прикольный контент, ты можешь просто заплатить денег. Ну, Фейсбуку, Инстаграму, просто рекламу, самый простой способ дать. То есть, можно через блогеров идти еще куда-то, но на самом деле, если ты выставил нормальную тему по, если у тебя нормально описан продукт, который конкурентоспособен, который покупает, который понятно, чем ты отличаешься, если у тебя описано предложение, да, что ты конкретно предлагаешь и почему купить именно у тебя, то я бы просто закинул бы рекламу в Фейсбук и в Инстаграм и просто собирал бы заявки. В принципе, все. Дальше есть хитрый способ, называется ретаргетинг. Тем людям, которые посмотрели, изучили какой-то ваш материал, вы им показываете еще раз рекламу. То есть, это достаточно дешево. Это самый базовый, самый простой способ, который можно запустить там за, ну, за день, например, да, с рекламой, со всеми остальными. Вот, я бы, наверное, вот это давал. Еще можно публиковаться, допустим, взять, там, пиар-агента, да, который может публиковать вас в журналах куда-то там, вот, статьи. Но, это больше статусные какие-то вещи, потому что, ну, как бы, нельзя отследить, ну, или сложно отследить, что вас кто-то где-то увидел, да, и вот пришел оттуда. То есть, это как больше поддержка такая дополнительная. Если прямая продажа, то вот все-таки либо выступления, на которых вы будете продавать, продающие выступления, либо нетворкинг, либо вот реклама, там, Facebook, Instagram. Зачем? Так, ну что, я сейчас поеду, я закончу. Спасибо, я вижу уже, что рабочие процессы вовсю. Давайте еще один важный, прикольный, прикольный момент расскажу, недавно узнал. Короче, как можно сделать? В Facebook есть, если вы видео записываете, если можете видео записать какое-то хорошее, интересное, просто говорить, вот мои проекты, вот мы делаем. Публикуешь видео в Facebook, и там есть такая тема, как люди, которые посмотрели, там, 3 секунды, 5 секунд, они же в ленте мотают, и люди в какой-то момент останавливаются, значит, их что-то заинтересовало. И Facebook считает количество секунд, которые удержала аудиторию. И потом ты можешь по количеству этих секунд этим же людям показывать. То есть, допустим, кто-то посмотрел минуту ваше видео, значит, он, скорее всего, заинтересован. И ты потом можешь вторым этапом показывать рекламу только им. Это будет очень дешево стоить. То есть, двухшаговые такие продажи. То есть, сначала ты интересуешь людей, и потом только им показываешь. То же самое можно со статьей сделать. То есть, ты сделал статью, опубликовал же на сайте, на своем журнале, если в чужом опубликуешь, у тебя не будет возможности поставить пиксель. Опубликовал в своем блоге, поставил там пиксель, и все люди, которые прочитали статью, они у тебя в базу в Facebook попадают. И ты только по ним даешь рекламу. Это позволяет экономить. Ну и самый последний вопрос, и все отпускаем. Какой бюджет на рекламу и продвижение ты рекомендуешь откладывать, например, со своей выручки? Ну смотрите, давайте так я скажу. Пока откладывать не нужно, это будет понятно, если ты вкладываешь рубль и получаешь 10, то, соответственно, сколько хочешь клиентов, столько и привлекай. Но это получится только в том случае, когда у тебя простроена... Короче, когда у тебя модель работает. Модель работает как? То есть, ты сначала привлекаешь, потом ты сажаешь на страничку, и потом преследуешь, чтобы было несколько касаний. Ну вот, как я только что сейчас рассказывал, вот эта модель. И чтобы она сработала, у тебя должно быть первое, твой оффер, твоя реклама должна быть качественная. Второе, мастерски исполненная реклама, чтобы она выбилась по сравнению с остальными людьми, которые тоже рекламируются. И третье, когда человек пришел на лейтинг, он должен купить. Если вся эта цепочка работает полностью, да, как надо, то тогда ты можешь это оттестировать на самом деле там на бюджете до 5 тысяч рублей. То есть, ты увидишь, что там 5, ну хорошо, 5-10 тысяч рублей, ты тратишь, и ты проверяешь, что все работает, докручиваешь, чтобы на вложенный рубль к тебе приходили там сколько-то клиентов, да, ну и там не рубль. У меня доходило до того, что у меня привлечение клиента, ну заинтересованного, там подходящий под мои параметры, там квартира 100 метров, за там 2 тысячи, по-моему, или за 3 тысячи я давал, сколько стоит реклама, и не реклама, а исполнение. И ему нужно сейчас. Вот такой клиент стоил, по-моему, полторы тысячи у меня, если не ошибаюсь. То есть за 4 тысячи я получил 3 таких клиента. Ну не клиента даже, а заявки. Дальше ты берешь заявки, да, и с ними работаешь. Это уже следующий арифметик. То есть надо понимать в целом модель всю продаж. Это не такая простая штука, ну как кажется. Вот. И неправильный вопрос, типа, сколько надо откладывать. Правильный вопрос, как мне сделать такую систему, которая будет генерить. И после того, как ты ее сделал, она у тебя генерит, ты уже после этого только туда деньги вливаешь. Ты не вливаешь деньги, пока у тебя система не отточена. Вот это самая важная тема. То есть надо отточить именно, чтобы она работала точно, давала прогнозируемый результат. А потом рекламу. А многие там думают, что сейчас вот, сейчас я 100 тысяч воткну там в Facebook или Instagram, и у меня попрет. Нет, они у тебя спалятся. И многие, наверное, в подтверждении этой гипотезы знают, что вот я вкладывал, директ не работает, Instagram не работает, YouTube не работает, Facebook не работает. Это все обман. Нет, это не обман. Это значит, где-то на каком-то из этапов смыслы переданы неверно, либо переданы не тем людям, либо предложение не в рынке. Ну, то есть где-то косяк. И где этот косяк, надо смотреть. Это вот для чего надо учиться там на курсах, на обучение, для того, чтобы выявить именно, где косяк у вас. Вот это самое важное. А не то, что вот вы узнаете информацию полезную. Да кому эта информация нужна, если она не работает? Надо, чтобы у вас работало конкретно. Все, спасибо большое. Я не кушала последних литров, но уверена, что они были очень полезны. Друзья, спасибо. С нами был Станислав Орехов, самый системный из всех дизайнеров интерьера. Стас, будьте довольствием за твоим контентом и что-нибудь еще взять и совместно запишем. Спасибо большое. Хорошего вечера. Спасибо за приглашение. Подписывайтесь на Instagram, приходите на обучение. Будем с вами общаться и работать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok